Хорошо, что они нас выселяли. Они показали свою суть. И нам это теперь понятно окончательно, что не надо придумывать, что они поддерживают наше движение критическое. Им пофигу на наше движение, вот тем, кто это сейчас делает. Пофигу для людей, которые здесь. Вот я вам сейчас просто перечислю. У меня сейчас на социальной реабилитации больше 100 человек. И люди эти сейчас все задают мне вопросы, а что мы будем делать без вас? Вот сколько у нас за год человек? Вот 700 человек. Людей, которым мы нужны, просто нужны. Я работаю 36 лет здесь, в Доме Тресвих. С полным основанием вам скажу, больше никто так не работает. У меня был момент, когда я начала профессионально выгорать. И в этот год, в 90-е, взялись за выселение. Самое, самое жесткое выселение было в этот год. Но в 90-е годы у нас еще не было того объема работ, который мы имеем сейчас. И того авторитета еще не было. Я думаю, что уже больше вот этого не будет. У нас что, 37-й год? Так как похоже. По описанию. То есть меня сейчас гнобят за то, что я сказала в поддержку «Взгляд.Инфо». Не хочу я, чтобы так было в нашей стране. Поэтому очень важно еще с этой позиции отстоять наше право. Очень важно. Показать, что все-таки свобода существует в нашей стране. Очень много сейчас пишут в средствах массовой информации на эту тему. И додумывают. Я довожу до вашего света. Что из 36 лет нашего нахождения в этом доме, большую часть мы платили арендную плату. Мы очень много выплатили нашему муниципалитету. Последние годы арендной платы было под 100 тысяч. То есть они требуют выселения. До 25 мая мы должны освободить вот это помещение. Вот вы находитесь в зале. У нас в этом доме несколько помещений. И в каждом мебель, оргтехника. Мы богаты на оргтехнику благодаря нашему участию в президентских конкурсах, грантах. За месяц мы даже при желании отсюда не выйдем. Это если только все бросить и просто уйти на улицу. Но мы этого не сделаем. Ни за что не сделаем. Сюда столько вложено сил, наших стараний и денег. Мне всегда в эти выселения предлагали смотреть какие-то помещения. Всегда. Ну предлагали. Идите посмотрите, может вам больше понравится. Я говорю, я не пойду никуда смотреть. Я всегда отвечала однозначно. Не пойду я никуда смотреть. У меня есть тот грезвости. Мне нет необходимости смотреть другие помещения. В этот раз, когда они мне сказали о других шести помещениях, я согласилась и сказала. Да, я пойду посмотреть. Вы видели, как они воспользовались этим пиаром? Ой, Королькова согласилась. Соизболила. Соизболила, да. Два помещения. Два помещения в заводском районе около Комсомольского или на Комсомольском поселке. Естественно, мы туда не поедем, потому что для нас важна логистика. Мне сказали при разговоре в администрации, что все помещения отремонтированы, в хорошем состоянии. Я говорю, хорошо, еду смотреть. Приехала на 50 лет октября 134. Я заплакала. Это спасибо, благодарность за всю работу. Я так это восприняла. Пошла-ка ты вот на мусорку. Там мусорка, там мусорка, пол-подвал, ничего, ни дверей, ни потолков, ни стен, ни пола. Вообще нет. Пол завален весь мусором. Но там нет пола даже через грязное стекло. Я это видела, пола нет. Я с утра до вечера пишу письма. Я вам докладываю. Отправлено письмо президенту Российской Федерации. Я не по порядку называю, а просто перечислю, кому отправил. Конечно же, мэру города, губернатору. Конечно же, президенту. Да? Отправлено письмо. Отправил письмо, сейчас еще одно готовлю письмо по просьбе нашему депутату Государственной Думы, трезвеннику Бурляеву Николаю Петровичу. Да, я написала, Вячеслав Володимович, Вячеслав Викторович. И очень надеюсь как раз на это тоже. Я позвонила и нашему депутату Государственной Думы, Панкову. Встречаться со мной пока никто не встретился. Ответом была вот та самая, тот самый паскрель, который написал Рогожин. Это был такой ответ, и опять предупредил. Лишим тебя право, будешь рыпаться дальше, лишим тебя звания почетный гражданин Саратовской области. Для чего он может подыскивать какие-то помещения? Вы помогите решить, если вы видите проблемы в этом доме. Какие-то проблемы. Он же не признан аварийно. На основании чего происходит выселение. Если вы видите какие-то проблемы, ну тогда на административном уровне. Могите их решить. Хорошая сказала фраза. На основании чего, золотой вопрос? Основанием они ссылаются на определенный пункт в договоре. И этот пункт звучит таким образом. Что они могут изъять помещение, в договоре написанное, в случае, если необходима реконструкция и снос. Реконструкция и снос. Значит, по всем законам охраны памятников архитектуры, это не может являться основанием, потому что не реконструировать памятник архитектуры, не снести нельзя. Мы сейчас разрабатываем все варианты, которые возможны на все случаи. То есть мы круглосуточно работаем, такой мозговой шторм идет. Что будет если, что будет если, и если, и если. То есть такая многовариантность устраиваемая в решении проблем мы сейчас. И я вам скажу честно, я первый раз готова к многовариантности. Лишь бы сохранить организацию. Для меня это самая главная сейчас задача. Сохранить организацию. Если они там начнут решать, на областной доле решать у меня звание почетной гражданицы Радовской области, это их проблема. Если мы не будем оставлять помещение, они куда-то пришли. Так, мы оставлять помещение, конечно же, не будем. Нам предстоит палаточный лагерь. Два года не было палаточных лагерей у ребятишек. Из-за ковида. Два года, да, из-за ковида. Сейчас вот-вот разрешат палаточный лагеря, уже все подготовлено, согласован с подремонадзором, разрешить. И мы радуемся и ждем, что у нас будет наш оплот, Иргиз. То есть мы радуемся этому, ждем. Дети ждут, родители ждут. Они просто каждый день звонят, спрашивают, а когда, а чем помочь, а что сделать. И я прошу эту власть, вот сейчас прошу, говорю это громко, пожалуйста, отодвиньте выселение наше, хотя бы на после проведения летней оздоровительной кампании. Потому что подготовка палаточного лагеря очень тяжелая. Осталось два месяца. Это мне каждый день нужно этим заниматься. А я чем сейчас занимаюсь? Один из вариантов поддержки – это сбор подписей под обращением к власти. Если вы не против, то максимально давайте, если кто может там через своих еще собирать, возьмите листочки, и мы начинаем такой сбор.